По словам заместителя председателя Совета Министров Республики Виталия Нахлопина, дорожная деятельность в Крыму складывается из нескольких частей. Самая большая – это объекты федеральной целевой программы, которые в структуре финансирования занимают более 30 миллиардов рублей. Один из главных проектов – объездная дорога Дубки-Леватки. На сегодняшний день строительные работы произведены на 34%. К сожалению, как уточнил Нахлопин, существуют небольшие отставания по федеральной трассе Таврида. Здесь мы немножечко идем тоже, немножечко еще раз подчеркивая с опозданием ввиду сложности объекта, ввиду изначальной неопределенности по ценовым категориям. Сегодня мы находимся по данному объекту в экспертизе. Мы активно работаем с подрядчиком. Гарантировано, что до 20 августа мы получим полный комплект документации из экспертизы. Сегодня мы работаем по созданию документов правительства Российской Федерации, чтобы мы получили единственного исполнителя. Второй, не менее значимый вопрос на повестке дня – капитальный ремонт крымских дорог в 2017 году. На проектно-изыскательные работы выделено 32 миллиона рублей. 477 миллионов направили на строительно-монтажную деятельность. Содержание всех дорог, в том числе и муниципальных, обойдется в 1,9 миллиардов. Виталий Нахлопин отметил, несмотря на то, что это большие суммы, они должны быть увеличены минимум в два раза. Помимо этого, уже сейчас профильным ведомством подготовлен перечень новых объектов строительства, которые необходимо реализовать в 2017 году. Понятно, что денег недостаточно. И, в общем-то, достаточно скрупулезно мы подходили к тем первоочередным объектам, которые нам необходимо сделать в 2017 году. Сейчас по всем этим объектам проходят аукционы. Мы надеемся, что в достаточно скором времени, до конца месяца и в начале августа, мы получим победителей. И наши коллеги уже приступят, так сказать, к исполнению. За прошедшее полугодие в республике было отремонтировано 489 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Убрано порядка 2,5 тысяч кубометров мусора. Благодаря проделанной работе удалось снизить количество дорожно-транспортных происшествий. Это очень важный показатель, особенно в период курортного сезона. Также на пресс-конференции спикеры затронули тему судебных разбирательств с подрядчиками, которые некачественно выполняют свои обязанности. У нас в судах находимся только с двумя компаниями, которые в 2014 году зашли в республику Крым, сделали работы, у нас есть претензии к ним, мы с ними судимся. И они с материковой части, это не крымские компании. Все остальные крымские компании, все выполняются обязательства, и у нас проблемы возникают. Суды мы с региональными компаниями не уходим. Как правило, в рабочем порядке решаем все сложные вопросы. Кроме того, власти республики активно реагируют на обращения граждан. Существует специальная дорожная карта, на которой обозначены наиболее проблемные участки крымских дорог. Как отметил Алексей Сафронов, 98 заявлений касаются сельских проезжих частей. В кратчайшие сроки муниципалитеты информируются о проблемах, а затем приступают к работе. Заканчивая электронными обращениями граждан и так далее. И в общем-то, собственно говоря, программа, которая формируется, долгосрочная программа, она формируется не только на основании нашего анализа дорожного полотна, так как мы говорим, что всех ресурсов одномоментно на дороге сделать их нет. Поэтому именно эти обращения, они обобщаются, систематизируются и являются, так скажем, тоже исходными данными для формирования долгосрочной программы ремонта, капремонта. В завершении спикеры затронули одну из самых болезненных тем республики – транспортные пробки. Начальник службы автомобильных дорог Крыма заявил, строительство подъездного пути к новому аэропорту Симферополя на ближайшие полтора года создаст серьезные проблемы для передвижения. К сожалению, по словам компетентных лиц, кардинальным образом повлиять на эту ситуацию нельзя. Поэтому жителям, а также гостям республики придется потерпеть. Егор Зайцев, Петр Куций, служба новостей ИТВ.